Вашингтон готов к дальнейшим действиям в Сирии. Это, пожалуй, главный сегодняшний месседж американских политиков. Что именно они заявляют, слышал Дмитрий Анопченко. В происходящем в Сирии Соединенные Штаты винят сейчас Россию. Накануне на совбезе ООН выступление американского постпреда Ники Хейли было необычно жестким. Дипломат заявила, Москва тоже несет ответственность, ведь каждый раз, когда Асад переходил черту, стояла рядом с ним. И предупредила, что Штаты готовы к дальнейшим действиям в Сирии. Прошлой ночью США предприняли очень взвешенный шаг. Мы готовы к дальнейшим действиям, но мы надеемся, что это не будет необходимо. О том, что Америка и дальше будет действовать с позиций силы, заявил и президент Трамп в сегодняшнем телеобращении к нации. Он подчеркнул, что, заключая политические и экономические союзы, будет делать все, чтобы страна становилась еще сильнее. Потому что, по его словам, сильная Америка – это благо для всего мира. В вопросах экономических и военных мы понимаем, что сильная Америка в интересах всего мира. Именно поэтому столь важно, чтобы при усилении международного партнерства мы гарантировали, что эти партнерства давали реальные результаты американцам. И это выступление – определенный поворот в риторике нового главы государства. Потому что главным для него лозунгом «Америка на первом месте» и «Мы сосредоточимся исключительно на решении проблем Америки» теперь добавляются новые. Решение Трампа нанести удары по авиабазе в Сирии неожиданно сделало невозможно, изменило всю информационную картину. До этого пресса откровенно недолюбливала Трампа, по поводу и без повода его критиковала, но сейчас начала осторожно подхваливать. И даже бывший госсекретарь Керри сейчас сказал, что в вопросе Сирии и авиаударов поддерживает президента-республиканца. Впервые единство и в Конгрессе, где сенаторы, как демократы, так и республиканцы представили законопроект, предлагающий создание гибридного трибунала по Сирии. Структуры, в которую могут войти юристы со всего мира и где можно было бы судить тех, кого обвиняют в военных преступлениях, таких как недавнее использование химического оружия. В прессе уже написали, что Сенат задумался о возможности суда над Ассадом. Но его дальнейшая судьба, как и то решаться ли Соединенные Штаты на новые военные действия, во многом теперь зависит от того, как уже в начале следующей недели пройдут переговоры в Москве, куда впервые в новом статусе прилетит госсекретарь Тиллерсон. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.